В Домеле прошел республиканский семинар по предупреждению нарушений, которые могут привести к гибели людей. Его цель – обобщить имеющийся в Беларуси опыт и выработать наиболее эффективные формы работы с населением. Местом проведения семинара наша область стала не случайно. Благодаря профилактической работе за последние 8 лет количество пожаров в частном секторе снизилось вдвое, а численность погибших на них людей в три раза. К положительному опыту региона относится также работа наблюдательных комиссий. Впервые созданные более 8 лет назад они помогают оперативно решать целый комплекс проблем. Среди озвученных предложений более активная работа с молодежью. В первую очередь речь идет о деятельности созданных при подразделениях МЧС Центров безопасности. Около 90 пунктов определено для эвакуации людей на случай паводка в Гомельской области. Они рассчитаны более чем на 5,5 тысяч человек. Такую информацию журналистам предоставили спасатели во время тактико-специальных учений при паводковой ситуации. Традиционно на карте риска возможного подтопления Гомельский, Житковичский, Наравлянские районы. С жителями этих территорий проводится информационная работа. Ежедневно в Центре оперативного управления МЧС совместно с Гомель-Облгидрометом проводится мониторинг паводковой ситуации. Месячник по благоустройству и наведению порядка на земле стартовал в Гомельской области. В период по 11 апреля планируется очистить территорию от мусора, при необходимости восстановить и окрасить ограждения малой архитектурной формы. Начнутся и работы по озеленению. По традиции к благоустройству будут привлечены трудовые коллективы, школьники и студенты. Местные власти приглашают подключиться к этой работе всех неравнодушных. Молодежи Гомельской области в период третьего трудового семестра предложат занятость по шести направлениям. Во всех районах области и Гомеля территориальные штабы студотрядов БРСМ открыли площадки, на которых представлена информация о возможности трудоустройства, в том числе за пределами страны.